Здарова, это Шамшурин и это видео про правильное, нужное состояние для комфортного общения с девушками. Есть такое понятие и миф про состояние ресурса, который придумали мужчины около этой темы, которой я занимаюсь, для того, чтобы объяснить себе, почему у них когда-то что-то получилось. Что это такое? Это некая эйфория, это приподнятое настроение, это у них все классно, и в этом состоянии они якобы могут пойти и познакомиться с красивой девушкой. Если они это состояние не испытывают, они его ждут, и в этом вся его негативная окраска. То есть почему я к нему негативно отношусь? Потому что ты начинаешь к этому состоянию быть привязан, ты начинаешь его ждать. Если его нет, значит нет никаких действий. Ты можешь спросить любого известного именитого спортсмена, либо какого-то бизнесмена, добившегося определенных высот, на тему того, всегда ли он делал какие-то действия, которые привели его к тому результату, который есть сейчас, в хорошем настроении, в приподнятом состоянии духа и так далее. Он тебе сразу же, конечно, скажет нет. То есть это в большинстве своем было определенное преодоление. И именно поэтому ты получил, он получил те результаты, которые у него сейчас есть. И естественно, что очевидно, что лучшего дня, момента и состояния, чем сейчас, не будет, потому что ты живешь здесь и сейчас. Завтра каждого из нас может переехать КАМАЗ, как известно. И в чем произошла твоя ошибка? Когда-то, возможно, тебе удалось пообщаться с понравившейся девушкой, неважно, в компании друзей, либо ты все-таки набрался смелости и познакомился, либо еще что-то. И в этот момент ты был в хорошем настроении, и у тебя получилось. Самое главное, что мозг связал вот этот положительный результат с тем, что ты якобы был в приподнятом состоянии духа. И это ошибка. Если ты начинаешь в это верить, происходит следующая фигня. Представь себе, то есть поскольку наш мозг все-таки от суслика, и, соответственно, он единственное, в чем заинтересован, в том, чтобы тебе было комфортно. То есть все, что связано с выходом за рамки, непонятным, казалось бы, для него не связанным там с едой, со сном, с теплом и так далее, с какими-то бытовыми вещами, он это не воспринимает как какие-то нужные действия. И он будет тебе в этом мешать и препятствовать. Но, опять же, не надо забывать, что мозг твой, и это часть твоего организма, поэтому это не он должен тобой управлять, а ты им. Но, тем не менее, когда ты начинаешь верить в состояние ресурса, происходит следующее. Допустим, ты сидишь на работе и вечером договорился пойти в поля, пойти с другом в какой-то торговый центр, в парк и поискать каких-то красивых девушек. Что происходит? То есть ты можешь быть в приподнятом настроении и состоянии духа весь день, и все классно, все получается, тебя и директор похвалил, и премия, и все прочее. Но как только ты понимаешь, что через несколько минут нужно выходить из офиса и ехать на метро или на машине туда, где есть красивые женщины, а это для тебя стресс, в этот же момент мозг начинает подавать тебе сигналы, в том числе и телесные какие-то реакции происходят, когда ты начинаешь ощущать какую-то усталость, внезапную вялость, что-то у меня настроение стухло, что-то мне не хочется. И таким образом происходит такая штука, что мозг, понимая, что для знакомства тебе якобы нужно состояние вот этого так называемого ресурса, а он не хочет в дискомфорт, поэтому он сделает все для того, чтобы ты вот это состояние ресурса максимально быстро растерял. И в следующий раз, когда тебе нужно будет идти и делать то же самое, он опять включит в тебе вялость и усталость. И все бы ничего, но женщина это, как известно, лакмусовая бумажка, потому что это не только про них. Дальше, когда тебе нужно будет пойти, ты соберешься к директору и скажешь, все, сегодня я пойду и попрошу его там о повышении. Либо еще что-то сделаешь по жизни важное для себя. Либо, не знаю, пойдешь и скажешь соседям, что они охренели себя так вести, что они ночами очень громко слушают музыку. То есть ты собрался сделать какое-то действие, возможно, связанное с дискомфортом или с неким конфликтом. И в следующий раз, когда ты соберешься это делать и только ты туда пойдешь, мозг также выключит у тебя все твое хорошее настроение. И ты скажешь, что-то сегодня не в духе, дай-ка я потом. В этом вся его коварность. И все же правильное состояние для того, чтобы пойти и познакомиться с красивой женщиной, оно крайне важно. Но правильное состояние какое? Это не должна быть эйфория, это не должна быть какая-то радость и ликование. Это скорее похоже на состояние намерения. Меня хорошо поймут предприниматели и бизнесмены, либо спортсмены, опять же, которые привыкли действовать не от морковки сзади, а от морковки спереди. Когда их вдохновляет и заставляет идти к своим целям, именно эти цели. То есть они поставили какие-то цели перед собой, они чего-то захотели получить, достичь каких-то высот, и это намерение получить желаемое, оно и тащит их туда вперед. Люди, которые работают на работе, особенно если это нелюбимая работа, и если им она вообще не по кайфу, они не хотят туда идти, они меня поймут, наверное, меньше, потому что они вынуждены идти на эту работу, потому что есть состояние необходимости. А здесь же должно быть состояние намерения. И что касается правильного состояния для общения с женщинами, как ты можешь понять, что ты сейчас находишься в правильном состоянии? Как ты можешь его увидеть, если у тебя его никогда не было? Здесь есть некий эффект замкнутого круга. С одной стороны, чтобы пойти и познакомиться, пойти в поля, сделать задания моих тренингов и упражнения, нужно якобы правильное состояние. С другой стороны, это состояние придет к тебе только, и легкость придет к тебе только в процессе выполнения этих упражнений, в процессе получения какого-то положительного отклика от женщин. Есть замкнутый круг, но его надо разрывать. Итак, как ты можешь понять, что ты в правильном состоянии, и что сейчас как раз тот момент, когда нужно действовать? Как оно выглядит? Это состояние уверенности, раскованности и расслабленности. Это состояние, при котором ты понимаешь, что здесь за каким-то первичным дискомфортом тебя обязательно ждет приятная, классная плюшка в виде хорошего, приятного общения, а может быть, даже ты создашь с этой женщиной семью. Это состояние полнейшей искренности и естественности. То есть, это когда тебе не хочется строить из себя кого-то лучше, чем ты на самом деле являешься. Не хочется показать себя с самой лучшей стороны. Ты просто подходишь, какой бы ты ни был, уставший после тренировки или после работы, грустненький или веселый, торопящийся или медленный, но ты будешь самим собой, ты будешь искренним, настоящим, таким, какой ты есть в данном моменте времени. Это состояние, когда ты видишь красивую девушку и думаешь, вот дай-ка я пойду пообщаюсь. Именно пообщаюсь, без всяких ожиданий. И никаких колебаний в этот момент быть не должно. Ты просто идешь и думаешь, о, классно. Если получится, то получится, если нет, то нет. Это состояние, при котором ты не расстраиваешься от того, что какая-то женщина, которая тебе приглянулась, сказала тебе нет, ты не чувствуешь боль. Это состояние, при котором ты сидишь с другом, например, в кафе. Проходит какая-то красивая девушка. Ты идешь, знакомишься с ней. И независимо от того, какой там результат, получилось у тебя взять телефон или не получилось, может быть, она вообще там на тебя не обратила внимания, отвернулась и ушла, ты в любом случае возвращаешься за столик к другу и с этой же минуты, с которой мы закончили, продолжаешь свой какой-то деловой разговор, не касаясь разговора об этой женщине. Это состояние некой игры, в которой ты можешь как выиграть, так и проиграть. Это состояние, при котором ты понимаешь четко, что если реакция на тебя, на твой подход была негативной, это совершенно не значит о том, что... не говорит о том, что с тобой что-то не так. Это говорит только о том, что, скорее всего, у этой девушки есть какие-то причины так себя вести. Возможно, что она не самый счастливый человек, потому что если ты подходишь и говоришь привет, классно выглядишь, даже если она замужем или что-то еще, почему бы я не сказать спасибо, ну, я тороплюсь. Если девушка реагирует негативно, это не значит, что проблема в тебе. И в этом состоянии ты прекрасно это ощущаешь, и тебя не ранят эти отказы, они для тебя не настолько болезненные, как было раньше. Это состояние, наконец, в котором ты не обижаешься и не злишься на девушек, отказавших тебе на той или иной стадии твоего общения с ними. Ты воспринимаешь их как маленьких девочек, как какую-то свою младшую сестру, которая просто капризничает. Ты от этого не будешь на нее злиться. Ты будешь просто мило улыбаться, думать, ну, ладно, сегодня так, так, так. Но все это не про состояние ресурса, о котором все думают, и которого этого мифического состояния все всегда ждут для того, чтобы начать действовать. Ресурс – это очень такая яркая, быстро проходящая вспышка. Это же состояние, оно встраивается в твою голову, в твое тело, в твое бессознательное. И сознательное вообще впитывается в тебя всецело и находится в тебе уже постоянно, перманентно на протяжении всей твоей жизни. Его можно достичь, и это более чем реально. А есть еще вот такое состояние и такой момент. Наверняка ты себя ловил, и ты сейчас понимаешь, о чем я скажу. Значит, представь, ты находишься в баре, ты немножечко прибухнул, прости, Господи, да, за это слово, и в этом состоянии тебе легко. То есть, почему многие, большинство мужчин ходят в бары и в клубы, и там выпивают алкоголь? Потому что, не потому что они так любят пить, то есть, мне кажется, что гораздо приятнее выпить алкоголь и где-то с друзьями на даче посидеть, пообщаться, поболтать, пожарить шашлыки. Там они это делают для того, чтобы убрать определенные зажимы. И вспомни, когда ты был в баре, немножечко выпил алкоголь, ты общался, то есть, ты подходил к девушкам или просто цеплял девушек, находящихся рядом за барной стойкой, но это не было каким-то великим стрессом. Ты не ждал оттуда каких-то одобрений или неодобрений. Ты просто в кайф легко общался и болтал с ними. Весь прикол в том, что этого состояния можно достичь и без алкоголя, с его отсутствием. В чем фишка и почему пример с баром и с алкоголем? На мой взгляд, алкоголь, он не делает человека другим. То есть, он не наделяет тебя сверхспособностями, иначе все алкаши бы, наверное, тогда летали по небу, там и забирались на 50-этажные здания. Алкоголь, он просто убирает то, что тебе в обычной жизни мешает. Это социальные рамки, социальные ограничения, какие-то некую мораль ненужную в данном случае. То есть, алкоголь это выключает на время. И о чем это говорит? Это говорит только о том, что там внутри, если выключить все эти мешающие тебе внешние факторы, которые социум наложил на тебя за все эти годы и запрограммировал тебя определенным образом, если это выключить, то ты там есть настоящий, которому легко, которому по кайфу, который просто наслаждается общением с людьми, который может без проблем познакомиться с любой красивой девушкой или заговорить с каким-то человеком, рядом сидящим за барной стойкой. Итак, как достичь этого состояния, которое есть во мне, и которое есть уже в большом количестве ребят, прошедших наши тренинги? Значит, естественно, да, как я уже сказал, нарисовывается некий замкнутый круг. И я не буду тебя обманывать и говорить тебе, что есть какие-то магические способы это состояние получить или активизировать. Единственный способ легко и комфортно чувствовать себя при общении с красивыми женщинами, которые тебе нравятся, это идти в это общение. Других способов нет. Ты уже потратил несколько лет своей жизни, и сейчас, если ты будешь продолжать верить, что есть какие-то волшебные магические способы а-ля состояние ресурса и что-то еще, ты рискуешь потратить еще несколько лет. И ключевое, что я хочу донести тебе в этом видео, если рядом с тобой находится человек, который сам постоянно пребывает в этом состоянии, для которого оно стало нормой жизни, просто базовым фундаментом в плане его ощущений, то ты обязательно заразишься, скажем так, этим состоянием от него. Ты его впитаешь в себя, оно перейдет к тебе. И знаешь, в чем прикол? Что я заметил такую тенденцию, причем уже не первый год. То есть у меня месяц назад была новогодняя распродажа курсов, и как я уже говорил, что мы начали обзванивать этих ребят с целью узнать, как у них получается вообще выполнять задания, как у них с практикой, как у них идут дела. И большинство из них получается, что просто купили эти курсы для галочки. Кто-то из них эти курсы посмотрел, а кто-то даже не открыл, не говоря уже о том, что не делали практические задания, которые там есть. И знаешь, в чем прикол? Что многие люди покупают мои курсы и так ничего и не делают. То есть им просто банально не хватает силы воли, не хватает того правильного состояния, которое, опять же, придет только в практике. При этом они верят в то, что раз я купил материалы, раз я даже промотал где-то на скорости X2 какие-то из этих материалов, значит я все-таки занимаюсь своей личной жизнью, я же не сижу без дела, я что-то делаю. То есть это чистой воды самообман, который так и не приведет к тебе никакому результату. Спросите себя, если среди вас есть эти ребята, а что изменилось? А есть ли результат? Но ругать вас за это, по сути дела, бессмысленно. И я понимаю, что большинство из вас не делало, только потому, что вам действительно было страшно и некомфортно, что ваш мозг сконцентрировался в тот момент только на том, что сейчас я пойду, меня пошлют, мне откажут. И если кто-то из вас даже пробовал применять это на практике, первый же относительно неприятный отказ со стороны девушки, он вас просто парализовал. А весь прикол в том, что просто с вами рядом не было человека, который бы находился в нужном состоянии и смог вас перетащить в это состояние. И это и есть причина, почему очень многие люди с разных стран и городов приезжают на мой тренинг практика. Но сейчас не об этом. Я нашел способ, как сделать так, чтобы я смог помочь тебе на расстоянии. Значит, думали мы об этом все праздники, и наконец-то у нас родилась какая-то идея. Это марафон, который называется «Шамшурин всегда рядом с тобой». Он будет проходить по 23 февраля, и ты сейчас можешь на него вписаться. В чем его суть? Я буду высылать тебе голосовые сообщения каждый день. Достаточно большое количество. С самого утра и до самого вечера. Я буду рассказывать тебе, что тебе делать, как тебе делать, как реагировать на ту или иную ситуацию, на ту или иную реакцию со стороны женщин. 10 дней – это 10 простых элементарных заданий. Тебе нужно будет просто пойти и выполнить их. Но как раз этого тебе и не хватало. Тебе не хватало моего присутствия. Если ты не можешь сделать один, какие есть варианты? Вариант такой, что нужно вообразить, что Шамшурин находится рядом с тобой, и у тебя будет в этом марафоне полнейший эффект присутствия. Во-первых, ты будешь в чате общаться с единомышленниками, ты будешь делать это не один. Во-вторых, мой голос, мои голосовые сообщения в твоем телефоне, они создадут такую иллюзию, что я действительно нахожусь рядом и тебя мотивирую. Я буду тебя уговаривать, я буду тебя ругать, я буду тебя заставлять, я буду тебя хвалить. То есть я буду делать все то, что я делаю на живых тренингах, зачем туда и приезжают люди. Также мы сможем с тобой пообщаться голосом. Каждый день в определенное оговоренное время, разное, потому что ребята будут с разных часовых поясов, ты сможешь созвониться по телефону, либо даже по видеосвязи, оставляя свой номер в специальном чате. То есть либо ты, либо мы тебе будем перезванивать. И для тех, кто действительно настроился на выполнение заданий, ты будешь звонить, видеть мою физиономию, слышать мой голос и идти делать в этот момент. Это очень круто работает. Для того, чтобы узнать все подробности о практическом онлайн-марафоне, нажимай на ссылку под этим видео, и там будут подробности и бронь-место. Окно продаж откроется с 10 по 13 число. Будет только 4 дня, чтобы забронировать себе место. Также ты там узнаешь, как все будет происходить и проходить. В этом марафоне я лично своим голосом погружу тебя в правильное, нужное состояние. Как раз то, чего тебе не хватало для того, чтобы пойти и начать действовать. Врубай. Субтитры сделал DimaTorzok